Баян Доказательство Человек-исключение Человек-исключение Факт Я думаю, что Исключительно единственный случай Мировой практики И это Мухтар Тиникиев Депутат Мужелиса парламента Добрый вечер Вы смотрите Sky Studio И мы ее ведущие Баяна Сентаева И Динара Саджан Мы с удовольствием приглашаем На эту маленькую арену В нашу великолепную студию Sky Studio Мухтара Бакировича Тиникиева Мы рады вас видеть Добро пожаловать Как ваши дела? Можно вас поцеловать? Добрый вечер Спасибо И сегодня вы у нас Присаживайтесь Как-то вы сели Сразу в Брежих Баян Да, почему, кстати? Ну, с вами-то мы уже Общались С Баян первый раз Я могу выйти, в принципе Мухтар Бакирович Мы с вами встречались Два года назад И вот я сейчас посчитала Вы уже действительно 16 лет В кресле Депутата Мужелиса парламента Это ведь огромная цифра Понимаете? И вот для Баян, например Это удивительно Как из шахты Можно попасть в Мужелис Ну, все началось В 89-м году Ну, если учесть Что до этого я был Членом Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи От Караганинского Комсомолец Я работаю в шахте Или коммунистом вы были? В Комсомоле В Комсомоле Ну, никогда не работал В Комсомоле Не получал за это Заработную плату Просто как активного Молодого человека Меня избрали Делегатом 20-го съезда Комсомола Который проходил в Москве И на съезде Комсомола Меня избрали Членом Центрального комитета Я был один От Караганинской области А как можно быть В шахте Добывая уголь Вести какую-то Активную Общественную Общественную Активную деятельность Ну, раньше Более патриотично Молодежь Относилась К этим Общественным Обязанностям Был Комсомол Был Комсомол Была партия Партия Наш рулевой Это раньше Как говорили Комсомол Это Подушка Или буфер Безопасности Для партии А вы реально верили В коммунизм? Каким вы себе Его представляли В 20 лет? Как сейчас Когда товары Народного потребления В любом магазине Когда Продукты Питания Пожалуйста Очередей Нет А раньше Вы вспомните Как за супнабором Люди Занимали очередь Ну, это вы с Баян Помните, конечно Эти времена Я Время дефицита Не застала Я застала Только супермаркеты Но, тем не менее Вот нас с Баяном Интересует вопрос Как можно Быть шахтером И стать депутатом Потому что шахтерство Много Во-первых Это активная Жизненная позиция Я был членом СПК Это совет СТК Совет трудового коллектива Шахты Где Принимались решения По каким-то Социальным Другим гарантиям Для работников Нашего предприятия Тогда я работал На шахте Кировская И Все оттуда началось Все как-то А скажите Вот вы были Таким вот Активным молодым человеком Для того, чтобы дальше Работать в шахте Или все-таки Честно признайтесь Вы смотрели Дальше В будущее И Ну Можно ли вас назвать Ну скажем так Карьеристом Потому что Все-таки Люди Которых устраивало Просто Или устраивает Просто работать на шахте Они Меньше всего Задумаются о том Что можно заниматься Общественной жизнью Что на этом Можно построить карьеру А потом Потом Как в сказке О Золушке Сесть в депутатское крест Работая В шахте Мне казалось Что лучше работы Нет Честно вам скажу Мне нравилось Работать Если учесть Что я учился На вечернем В политическом институте Я постоянно ходил В первую смену В 4 утра Подъем На работу В 5 часов Уже на шахте Получаем наряд Спускаемся в шахту И с 6 утра До 12 Мы в шахте находимся Выезжаешь на гора И где-то к 2 часам Дома уже Ну и тут звонят И говорят Что в 15.00 Бюро горкома Или обкома Комсомола Едешь туда К 17 К 18 часам Нужно было ехать Политех Оттуда уже Выходил где-то В 23.00 На автобусе Ехал домой То есть это какой-то График И 4 утра Опять Подъем в шахту Это график Белоробота Сколько вам лет было На тот момент Ну я после армии Сразу же пошел Ну то есть 20 лет 20 лет Ваш график Ну буквально Очень загружен Вообще в этом возрасте Обычные молодые люди Думают о свиданиях О девушках О кино Мороженое Сейчас ни одного слова От вас не прозвучало Вы робот Нет Вы же говорите И кстати Очень многие люди Мне задают этот вопрос Как Мухтар И вот Так Таким вот человеком стал Я говорю Ну в моем возрасте Многие ходили в рестораны Там Какие-то еще Вещи себе позволяли У меня просто На это не было времени И я ни капельку Об этом не сожалею Я первый раз в ресторан Попал в 23 года Первый раз Думка В ресторан В 23 года Баян Ты в ресторан В каком возрасте попала Наверняка в 16 лет Ну думаю В лет 17 Я Мухтар Бакирович Так же как и вы Тоже в 23 Вот мы с вами Все-таки Одного склада Мы же земляки Да Мы земляки Вот у нас Мы карагандинцы В ресторан Только в 23 года Динар Ты перебила Нашего гостя В данный момент Не совсем интересно Во сколько лет Ты попала в ресторан Я прошу прощения Я называю Как буфер Я прошу прощения Да Вы наш буфер На сегодняшний день Мухтар Бакирович В 20 лет Когда такой образ жизни В 5 утра просыпаетесь И у вас В 4 утра В 4 утра В 4 утра Вы же должны были Где-то присутствовать Нет В 4 утра подъем В 4 утра подъем И бесконечно Шахтерский Рабочий автобус Ждал возле магазина Шахтер Если ты проспал Или опоздал То приходилось Ехать на такси Ну и А сейчас Вот сейчас Вот сколько вам сейчас лет Мне сейчас 51 51 В 4 утра Проснуться И в таком режиме Ну вчера я допустим Приехал в 3.15 Из Караганды Утро И спали потом После обеда Как-то приходили в себя Нет Я поспал Потом на работу И после работы К вам То есть Такой режим Может продолжаться В 5 середине Материн Нормально Я себя не чувствую Мне в душе 25 Давайте мы сейчас Чуть ближе Скажем К народу Вы же Слуга народа Естественно Вашу профессию Называют именно так Слуга народа Как вообще Вы относитесь К этому словосочетанию И действительно Как вы служите Своему народу Ну как В общем-то Испокон веков Депутат Весь народ Не может заседать В парламенте Правильно И народ Делегирует Своих представителей В органы власти И если Этот человек Избран В этот орган Власти То он Должен Отдаваться Этой работе До конца И независимо От того Кто к тебе Пришел Ребенок Женщина Мужчина Инвалид Или бизнесмен Должен Его выслушать И донести Его просьбу До самых Верхов власти Кого именно Вот вы представляете Лично Мужчина Вы знаете Я как-то даже Вот на вашей передаче По-моему Два года назад Сказал Что бывших Шахтеров Не бывает Если угольная пыль Она въелась В легкие Она въелась И в сознание Поэтому я не могу Себя вести По-иному Кто-то пришел В парламент С бизнеса Кто-то пришел С чиновничьего кресла А я Если я пришел С шахты То я до сих пор С себя чувствую И ассоциирую себя С шахтерами Я люблю тебя Я уже не брошу дочку Извини Я вел себя ужасно Инструкция Для молодых отцов Как стать Идеальным папой И как дарить Друг другу радость День за днем Шаг за шагом Учимся быть лучше Девушка из Джерси В субботу В 22.10 Решил насчет моего отца Ты замуж Собираешься за него? Семейно-развлекательное шоу Суперпапа В воскресенье в 9.40 На телеканале Астана Ережесі жекпе-жекте Нұштыркен әлем Чемпионы қала айысыны шасады Кемпионы да қадай А в пентіле жүрік зүші маржан Бұлатхан қазының үлені өтөйе Астана Телернаснда Джексембе Жерман өлбесті Той жара Покупка с доплатой Объединенный Фортебанк В качестве приданого Альянсбанка Получит 10-летний депозит От госхолдинга Самрук Казына На круглую сумму Депозиты в тенге Сумма 220 миллиардов Это так называемый капиталообразующий депозит Уроки зимнего выживания Безумие Или преимущество велосипедной езды В Астане зимой Самый наш большой друг в Астане Это ветер Избранная за неделю В 20.30 В воскресенье Отец Флинн Он вызвал Дональда Миллера к себе И чем вы занимались? Ничем Я поговорил с мальчиком О чем? По личному делу Ему 12 лет Какие могут быть личные дела? Что вы слышали? Что вы видели? Откуда вас это убеждает? Темность Думаю, отец Флинн не сделал ничего дурного Вы просто желаете разрешения ситуации, чтобы вам легче жилось Сомнение Воскресенье в 21.40 на телеканале Астана Что делать в час сомнения? Воскресенье в 21.40 на телеканале Астане Воскресенье в 21.40 на телеканале Астане Вообще прослеживаете В народе не совсем высокий К сожалению, никогда депутаты не пользовались Весь орган, я имею ввиду Может быть отдельные личности кто-то и пользуется Авторитетом в народе А в целиком парламент, ни в одной стране мира Он не был прям таким, знаете, вот Популярным Да Потому что приходится иной раз принимать непопулярные меры Потому что мы думаем не только о каком-то сельском округе Мы думаем в целом о стране И иной раз переступаешь просто через себя Потому что понимаешь, что не сделав этого сегодня То через 5-10 лет мы придем просто к краху Но когда идет обсуждение той или иной непопулярной меры Я естественно высказываю те мысли Которые высказывает ваша нянечка Которые высказывает моя мама Высказывают мои друзья, работающие в шахте Я не молчу Я довожу Но к сожалению Мухтар Батюшевич, но я помню, что вы тоже были не очень такого высокого мнения о ваших коллегах Да, как-то вы в интервью даже назвали их денежными мешками Что есть категория людей, которые приходят в Можилис для того, чтобы защитить свой бизнес И для того, чтобы протолкнуть свои идеи И получить элементарно тендер у министра Это было Было, когда была мажоритарная система Когда любой желающий мог выдвинуть свою кандидатуру И избраться в парламент И вот тогда, рассказывая о той ситуации А это было до 2007 года Потому что, по-моему, с 2007 года у нас сейчас выборы по партийному списку Тогда было очень сложно Потому что ты, простой парень, идешь на выборы И с тобой идет миллионер Он просто закидывает бесплатными булочками, хлебом Кто-то, может, и спиртным Приглашает российских звезд Очень сложно, конечно же Тем не менее, вам-то удалось сколько раз? Я четырежды избирался по территории Вы без денег избирались? Сколько стоила ваша избирательная компания? Допустим, если мне удавалось найти средства Ну, скажем, около 600 тысяч тенге По тем временам То мой соперник тратил где-то больше 6-10 миллионов Ну и каким образом вам удавалось выигрывать 600 тысяч против 6 миллионов? К примеру, возьмем Пришатин Я родился, вырос, 30-ю школу, в которой я учился Вот заходите в школу Левое и правое крыло, да? Это два участка избирательных Там 2000 и здесь 2000 избирателей 14 кандидатов было в последний раз, когда я избирался Итоги? Теникеев, допустим, 1800 На втором месте там Пупкин 10 человек У второго там 7 человек И у остальных 0-0-0-0 И возмущаясь, да, подкидали Да, все это сделали А как? То есть это вы, наверное, наверняка ходили с каждой бабушкой С каждой женщиной С каждым соседом Во-первых, на протяжении 15 лет Ну, больше 10 лет, по крайней мере Я каждый выпускной Каждый последний звонок Посещаю свою родную школу Поэтому... Ну, это единственное, что вы делаете для своего... Нет, это я вам... Просто интересно, почему вас так любят там? Это я вам... Можно по факту, что вы сделаете для своего маленького городка? Для своей школы, для своих избирателей Избирателей, да? Раз уж вас так любят, 2000 против Пупкина 10 голосов Значит, Теникеев звезда в своем городе Во-первых, это очень многие социальные вопросы По тем же шахтерам, да, регрессникам Вот приходит ко мне Жанкин такой, Агатай В 16-м доме живет Почему я помню фамилию? Пришахтинский? Да, потому что я знаю дочку Сауляшку Знаю сына Со школы еще Вот он приходит и говорит Почему я, проработав в шахте 40 лет Государство, шахта ликвидирована Банкротившая там, ну и так далее Я получаю по вине государства до 70 лет Выплатить Хотя инвалидность у меня признана бессрочной Вот ему взяли, вот он получил, допустим, травму в 45 лет Ему посчитали до 70, это значит За 25 лет ему выплатили сразу А ему исполнилось 71 год Все, он не получает никаких денег, выплат Хотя инвалид, он тратит намного больше, чем пенсионер И более 4 лет, 5 лет даже Я вел полемику с правительством Доказывая о том, что необходимо Убрать этот сенс 70-летний И пока человек жив Он должен получать выплаты от государства Этого мы добились Второй вопрос То есть ваш Жанкин На сегодняшний день получает ежемесячно Какие-то выплаты Конечно Второй вопрос Помните эту пикировку со статагентством, да? Да Когда я приезжаю в Абай, город Абай У нас есть Сарань, Шахтинск, Абай Это шахтерские города, городообразующие Их называют США Я, говорит, был в США Где? Сарань, Шахтинск, Абай Вот приезжаешь и встречаешься с этими регрессниками Шахта Дубовская, Чурбай-Нуринская Бывшие такие шахты были у нас И они возмущены Почему нам выплачивают пособия по регрессным По данным статкомитета А вот мой сосед, который работал со мной вместе на шахте Он получает на 70 тысяч больше меня Потому что ему посчитали по Асиллоровским шахтам Я задаю этот вопрос статкомитету Они говорят, все правильно Я говорю, дайте мне данные Сколько у вас угольных предприятий? Они мне дают список 12 или 14 предприятий Я смотрю список Там кроме шахт Обогатительная фабрика Угольные разрезы Но ни в коем случае нельзя сравнивать труд подземного гронорабочего С тем человеком, который работает на горах Я говорю, а где, стоп, шахты Арсиллоровские? Они у нас относятся к металлургии А 8 шахт это флагманы угольной промышленности Где заработная плата 200 тысяч И когда мы начали с этим председателем агентства вести спор Он говорит, Теникеева, необходимо спуститься в шахту Я перед тем, как начать эту полемику Я же позвонил директору угольного департамента Узнал, сколько на сегодняшний день получают Я прям по шахтам ответил Ну, тем более, вы сами работали в шахте Вы знаете, о чем идет речь Поэтому мы добились, чтобы эти шахтеры получали Во-первых, эти вот 8 шахт, которые относились к Арсиллому металлу Они теперь считаются как угольная промышленность, а не как металлургия И вот вывели среднюю заработную плату Вывели мы обогатительные фабрики, разрезы только по подземной группе Вывели среднюю заработную плату, которая существует на сегодняшний день И эти шахтеры сегодня получают вместо 35 тысяч 90-100 тысяч То есть вы добились чего хотели Конечно Это ведь очень важно, да? Ну, это ответ по факту Браво, спасибо Это ведь очень важно, когда ты работаешь депутатом И не просто тебя показывают в эфире, в новостях А когда действительно к тебе обратился человек из твоего района Твой избиратель, который голосовал за тебя И ты решил его проблему Это, конечно, классно Но мне кажется, к сожалению, в нашем парламенте Сколько у нас депутатов сейчас? 107 107 Баян, вот из 107 депутатов мы же из-за парламента Вот сколько депутатов ты знаешь? Не спрашивай, пожалуйста, меня об этом Баян просто не увлекается политикой Я абсолютно аполитична, поэтому мне вдвойне, наверное, интереснее Тем более, что я не живу в Астане И в Алмате меньше всего, наверное, все-таки политики Вот тебе интересно, человек становится депутатом, да? Допустим, если завтра вдруг ты захочешь стать депутатом Что дает нам депутатское кресло? Кроме обязанностей, наверное, ничего не дает Ну а как же депутатская неприкосновенность? Это депутатская служебная квартира Понимаете, вот депутатская неприкосновенность Ну, о чем мы говорим с вами? Завтра, если какой-либо депутат совершит какое-либо преступление Генеральная прокуратура, а только генеральная прокуратура Имеет право обратиться в парламент с просьбой снять полномочия Депутат проголосует Ну, кстати, я заметила, когда в Можилисе идет голосование, да? Как правило, все единогласно Либо за, либо против Дело в том, что для того, чтобы принять какое-либо решение по какому-либо вопросу Этот вопрос обкатывается на рабочих группах Давайте перейдем к народу Давайте перейдем вообще к быту, действительно, да? Потому что обычным зрителям, и я бы сказала, большинству зрителей Интересно просто поговорить о человеке Как он живет? Чем он живет? Чем он питается? С кем он живет? Какая у него зарплата? Какие у него жизненные интересы? Вот мы совершенно не знакомы с представителями, скажем так, ну, как бы с политиками, да? Которые в основном очень скрытны Их не видно, их не слышно Почему я вас знаю? Потому что вы активный социальный пользователь, да? Это единственное, откуда я вас знаю, действительно Потому что другие политики у нас не сидят ни в Твиттерах, ни в Инстаграмах, ни в Фейсбуках Во-первых, почему вы достаточно открыта в социальной сети? При этом достаточно сглажена, да? Вот сегодня было заседание, сегодня я был в Шахмане Это сейчас, это последнее время Мухтан Бакеевич, раньше вы были, вот два года назад вы были более активны И от вас критики было гораздо больше То есть вы вступали в полемику с теми же самыми фолловерами, да? То есть если кто-то критиковал вас, вы могли вступить в полемику Сейчас вы действительно, я согласна с Баян, что вы стали таким ровным Вот в последнее время, буквально дня три-четыре назад Я, по-моему, Оксана, эту девушку зовут Мы с ней вступили в полемику Где она очень остро поднимала вопрос по тем же парковкам Якобы вот с такого-то числа будет запрещена парковка Без разрешающих дорожных знаков И обратилась Мухтар Теникиев, Таня Бердангаров Откликнитесь Ну я откликнул Самые активные социальные Больше не с ним обращаться И столько было там Я говорю, слушайте, ребята, я же откликнулся, я же не отмолчался, я хотя бы мог А вы за, вот скажите, вы за вот эти вот парковочные... Мы сейчас об Астане говорим, да? Мы вообще говорим о государстве То есть они в республике, получается, если нет парковочного знака, буквы П, то парковать машину нельзя Я представляю, что будет в Алма-Ате в этот момент Есть проблема Но с чего-то начинать надо, друзья мои Надо же с чего-то начинать Ну вы скажите, вы за или против? По крайней мере, я в душе понимаю, что этого делать нельзя Поторопились Вы понимаете, что это невозможно? Я сейчас не говорю об Астане Ты представляешь, что будет в Алма-Ате? Это будет в вашем штрафе Поэтому, когда неделю назад наш комитет по законодательству судебно-правовой реформе По инициативе депутата Сарпекова Который ввел, кстати, этот закон о дорожном движении Он сказал, что вот Поторопились Необходимо вернуться к этому вопросу И отложить на два года ведение этого пункта Он уже принял, да? То есть его же отодвинули, да? Нет, нет Еще не отодвинули, все это работает Ну и с какого числа получается? То есть уже, если нет буквы П, то и парковаться нельзя? Нельзя То есть закон уже принят На самом деле мы опять о работе депутата Нет, я хотела, знаешь, спросить, о чем? Я хотела спросить Но это очень волнует все граждане Скажите, те, кто придумал законопроект Ездят с водителем Это волнует водителей Это волнует водителей А большинство людей ездят вообще на автобусах Да Им мало это их волнует А вы с водителем или вы сами за рулем? Нет, я сам Но я в Астане очень мало езжу А на каком автомобиле вы ездите? У меня Infiniti То есть вы сами за рулем? Я сам за рулем Я наблюдаю, сейчас вы пришли без помощника самостоятельно Я и без охраны в Караганде хожу Это так интересно В Астане, Баяна, никто не ходит без помощника Да, я не в курсе Да А почему? Вот первый У него двое детей Я обычно стараюсь всегда в 6 часов в 18.00 отпускать его домой Ему тоже надо в садик съездить, забрать детей Я вас могу судить только по твиттеру, скажем так В котором вы были когда-то активным И у меня сложилось такое впечатление, что вы очень положительный человек Вот очень Вы лучший семьями Вы прекрасный сын Вы слуга народа Ну, такое впечатление Жду подвох А вот вы не переживаете Ну, на самом деле, согласно вашей профессии Вы не имеете права быть другим Наверное, да? Вы не можете, наверное, писать в твиттере Сегодня я психую Потому что меня неправильно обслужили в ресторане города Астаны Вы не можете себе этого позволить? Зачем? Нельзя, да? Зачем? Я же не кисельная барышня Все в себе Все в себе Очень много есть негатива Зачем еще с моих уст этот негатив будет выплесываться на странице? Зачем? Нет, а в жизни вы позволяете себе? Действительно, если вы идете в ресторан Вас неправильно обслужили Вам принесли не тот заказ Но вы не думаете о том, что все-таки подождите Я же депутат Можилист Я не имею права так себя вести Нет Поэтому, когда была полемика с теми полуоппозиционно настроенными гражданами В том же Твиттере Я просто был новенький пользователь Я не умел практически им пользоваться А сейчас вы уже опытный Сейчас я просто, когда начинаются, да, вот эти вот вещи То есть вы уже поняли, что ты на тролле и вы не обращаете внимания Я в черный список просто вожу и все Я переживаю, конечно же, но я это уже держу в себе То есть вы научились не реагировать на критику в социальных сетях, да? Да Мухтар Бакирович, ваш помощник освобождается в 6 вечера Ему нужно всадить за детьми Вы тоже освобождаетесь в 6 вечера? Нет, я иной раз сижу и до 8, и позже бывает И что вы делаете обычно вечером? Вечером? Ну, прихожу домой В 7? Когда в 7, когда в 8, это все зависит от обстоятельств Но не позже в 8, поцелую жену, детей Смотрю передачи, есть ли интересные передачи А как же посиделки с друзьями, с коллегами, с депутатами? Ну, это бывает, но очень легко А совместные какие-то, может быть, я не знаю Мухтар Бакирович, у вас, кстати, нет никакого бизнеса? Нет Вообще? Нет А разве депутат Морелиза Парламента имеет право иметь бизнес? Нет Ну, есть люди, которые пришли с бизнеса Есть люди, вот тот же Кузьмин, да, Николай Алексеевич Он не скрывает, что он бизнесмен Что он на благотворительность тратит очень большие средства Он построил в Усть-Каменогорске собор Содержит конючник, который ему обходится там в месяц около 5 миллионов И на этих лошадях он возит детей, больных ДЦП Это такая есть терапия с животными То есть, таким образом, если человек помимо бизнеса занимается еще благотворительностью Тогда для вас, как бы, вы можете, да, понять, почему человек пришел в бизнес? Нет, простите, это законодательно, но человек не имеет права иметь бизнес Нет, когда человек избирается депутатом, он переписывает этот Но он не скрывает, что он бизнесмен То есть, он может переписывать свой бизнес на другого человека Мухтар Бакеш, а как сегодня можно стать депутатом? Сколько на это нужно зарабатывать? Что для этого нужно? Для этого, нет У вас была какая-то история за ушки Вы с шахтой тут же Сегодня другая, ну, с шахтой Во-первых, необходимо вспомнить, что работая в шахте, я И когда началась волна шахтерских забастовок по стране Помните, была такая шутка, горбатый мост перед правительством России Тогда еще СССР было Шахтеры с вами указками чуть не сравняли этот мост И вот, когда эта волна пошла в Кузбасс, Донбасс И потом Карагандинский угольный бассейн стал Тогда вот с тех пор На следующий год были выборы И меня избрали депутатом А сейчас? Сейчас, допустим, мы с Динарой решили стать депутатами Куда нам идти? Что нам делать? Что делать? Где взять деньги? Нет, нет, нет Раньше, если, я же говорю, выборы были по территории Любой желающий мог подать заявление в избирательную комиссию Внести избирательный залог Мог участвовать, да? А сейчас вещь от партии Сейчас от партии Ну, мы, кстати, члены партии Нур-Этал И мы можем тоже Насколько зарабатывают депутаты Не так уж и много Я не в курсе На сегодняшний день заведующий отделом получает больше, чем депутат Заведующий отделом? Да Поэтому лучше идти заведующим отделом Каким отделом? Каким-нибудь Культурой Это куда? В Можилис? Ну, да, корпуса И вы на 600 тысяч в месяц содержите свою семью, свою маму, своих детей, себя, Инфинити Для вас, конечно же, это не деньги Нет, для меня, кстати, это деньги 600 тысяч А для Баян даже у нас Форбси, кстати Даже у нас после Кайрата Нуртаса, миллионерша А Кайрата тоже Форбси, да? Подождите, Кайрата Нуртас, вы знаете, я там на последнем месте оказалась Потому что я со своими копейками, так сказать, я с вами, с народом Давай не будем отходить сейчас от моего вопроса Нет, я просто хочу на пункт И вообще неприлично спрашивать о заработной плате Давайте перейдем к следующему вопросу Давайте, мы говорим А вы скажите, костюм от кого? Простой костюм Караганде купил Да? Что там? Да, часы те же, что и два года назад Вообще я поняла, что в Астане депутаты умеют правильно отвечать на вопросы любых журналистов Все это очень как круглый стол, понимаете? Без никаких углов И так вас, и так, и эдак, понимаете? Вы все время говорите, это неприлично, я отсюда уйду, я там подъеду, я это объеду, да? Я пытаюсь, но у меня как-то... Вот понимаете, я за все это время не получила ни одного конкретного ответа от вас Потому что ты алматинка Интересует, скажи, что тебя интересует? Нет, вы сейчас сказали, что неприлично говорить о заработной плате Я вам хотела получить отчет за эти 600 тысяч, как они тратятся в месяц, понимаешь? Это сказали, это неприлично Сказали, ну хорошо, у нас в волноте прилично Считать чужие деньги Да, считать чужие деньги Мне не всегда интересно, конечно, но Мактава Кирилловича Кстати, вы же были на диете Да Вы же скинули 20 килограммов Вы снова набираете? Да, набрал сейчас 7 килограммов Потому что пиво Пиво? Да Вы же бросили пить Да И снова? И не скрываю А что сподвигло вас вот на 20 килограмм похудеть? Это какой-то мотиватор должен быть? Ну, как-то мне люди начали говорить, что с тобой Зашел я к Ким Ангалину Роголичу, Тасман Бетову Он говорит, Мактава, ты что? Ну, давай, говорит Возьми себя в руки И когда я сбросил Витя Роголев, коллега мой Говорит, вот так Когда я уже опять набрал вес Он говорит, вот такой формик будет Говорит, не на нахуй дым Я потом что-то заболел, стыдно было вопрос задавать А что за диета такая очень? Утром творог В обед в столовой в нашей Вареная курица с гречкой без хлеба Салат и все То есть вы просто сократили пищу? Как Фаина Раневская сказала, говорит Надо меньше жрать Ваша супруга вас моложе на 17 лет Да Кстати, не все об этом знают Давайте мы Давайте всем объявим Это интересно Это очень интересно Может вы нам расскажете немножко о том Кто ваша супруга? Почему вы так поздно женились? Не, почему поздно? Я когда... Или это второй брак? Да, второй брак Получилось так, что Я уже был здесь Семья была С дочкой, кстати, здесь был Супруга в Алма-Ате Она встретила... Нынешняя супруга? Нет А Произошло так Оставил ее квартиру Все Четыре года где-то Холостиковал Три Но скрывал об этом Чтобы женщины Так сказать Не атаковали Не атаковали Не начали охоту И вы встретили? Да Встретил На работе? Нет Она С Алматы Хотя С Чемкентеса Народом Но жила в Алматы На тот момент Вас познакомили? Или вы С этой стороны Ну я Как? Я вообще не понимаю таких вещей Когда Смотрим Устраиваются Знакомятся Ну вы выбрали Маму и супругу? Что сказала мама? Одобрила ваш выбор? Она до сих пор не может Ей Просто интересно Вы такой интересный мужчина Вот какая же Какая женщина Вас очаровала? Можете буквально Там пару строк О ней сказать Красивая Умная Милая Нежная Если мужчина Скажет За что он любит Свою женщину Значит он ее не любит Она хорошая Супруга Хорошая мама Хорошая девушка Женщина А кто она по профессии? Она бухгалтер Но не работает Потому что у Тава Кирчу Маленькие дети Да Ваши дети Шесть лет по-моему Шесть и два года Будет шесть и будет Два Или три Расскажите нам о своих детишках Два сына Два сына Вот мы на соревнования ездили Вчера буквально вернулись С ним ездили Ну видно что вы хороший папа Обычно мужчины Мне кажется у вас очень красивая супруга Потому что мальчик очень красивый Сейчас покажу Покажите супругу Ноктор Букеевич У нас тоже есть фотографии Которые мы с Боям приготовили Вот у меня есть фотографии Если про спорт говорить Можете показать Покажите Покажите всей стране Наезд сделайте пожалуйста Это супруга Мухтар Букеевича Очень красивая милая девушка Да Вот теперь мы ее тоже увидим на всю страну Длинные черные волосы Красивые Боям получается тоже в вашем вкусе Мухтар Букеевич у нас есть У меня есть наивная мечта Поцеловать весь женский рот В одни уста Ох Какая у вас мечта Мухтар Букеевич у нас есть такая фотография Вы играете в хоккей Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Мухтар Букеевич играет в хоккей Это для фото просто? Нет Или вы на самом деле действительно Нет мы играли Я с детства Я сколько себя помню Я всегда Чуть ли не с первого класса на коньках Всегда был капитаном Мы сначала между классами играли в школе Поэтому Мне так кажется У тебя более симпатичная фотография Вы на шахте В профессиональной Мейкап В профессиональном мейкап Скажем так шахтера Мне кажется это очень хорошо Как бы влияет на ваш имидж Политический На ваш политический имидж Почему именно Вот эта фотография была сделана На шахте Именно вот Вот в этой каске Мы спускались с коллегами Вот в чем проблема Моих коллег То что они не знают Вот у меня мечта Сводить всех своих коллег в шахту Вот по два по три человека Да мы в шахту спускаемся А вот такой мейкап Можно обрести Просто спустивший шахту Или нужно что-то делать Нет нет Там просто проходишь Уже вот такой И уже вот такой Да Просто прошел Вы нас в баян сводите Симпатичными шахтерами И я вам скажу Что Представляете А человек который Шесть часов работает Да Что с его легкими творится На вашем здоровье Никак не отразились Эти 12 Ну я еще год наверное Если так можно выразиться В эфире Выхаркивал Блин То есть отрагиваете Все надо Конечно А как часто делаете Чекап Проверяете организм Нас заставляют Каждый год Вот у меня уже Три приглашения Пройти медкомиссию Сердце, печень, почки Проходите здесь В Казахстане Или же Здесь Конечно А за границу не ездите Сейчас же модно Среди мужей Смирнов Среди чиновников Когда В Германии Нет Я позволяю себе Выезд за границу Летом В отпуск Семьи Вот последний раз Мы выезжали Четыре семьи Вместе с детьми У нас было человек 20 Куда ездили В Турцию Кому вы можете позвонить И решить любой вопрос Вот если Баян Попросит Позвонить К Мангалину Ргалиевичу Да И попросить его о чем-то Вы можете это сделать Навряд ли Во-первых Баян не нуждается В моей поддержке Она сама независимая Леди Я думаю Телефона просто его нет И Мангалину Ргалиевичу Телефона у меня нет Хотя у нас одна цифра Не совпадает И вот ко мне попадает А такой же номер Да И ко мне попадает Все цифры От 0 до 10 Многие министры Многие Путают Да Много людей Которые вам Не совсем приятны Именно ваших К вашей коллеге Из 100 семей Больше приятных Или больше неприятных Для вас Все приятные Все хорошие Ну как я могу сказать Кто-то мне неприятный Ухтар Бакирович Из 100 семей людей У меня есть коллеги Которые мне совсем неприятные Я говорю Ну как Вашей В вашей профессии Там их действительно А значит Ваша профессия Одни хорошие Да люди Просто С тем человеком Который мне допустим Неприятен Да Ну как можно находиться Тем более За одним столом Но вы с ним Здороваетесь Из 107 человек Наверняка Есть Враги Я помню Нурмухамедов Врагов нету Поверьте мне Недоброжелатели Да нет В нашей среде Вот между собой Нет таких Мы спорим Допустим Один из тех депутатов Которые часто критикуют Не только министров Которые приходят К вам на правчас Да Но вы из тех Кто может даже Свою коллегу там обидеть Ну раньше вы были таким По крайней мере Может быть В запарке где-то Да Я могу Высказать некоторые вещи За которые потом Переживаю сам И я Не такой прям Знаете Вот Гордый Там что-то Я подойду Извинюсь Если я не прав То есть вы думаете Что у вас Недоброжелателей В Можилисе нет Если даже и есть Пусть они будут Такими же скрытными Друзья А во власти Лучше иметь характер Но при этом Достаточно лояльно Ко всему подходить Да Либо надо быть Вот таким вот борцом Революционером Вообще Говорят Что во власти Таких людей Не очень любят И практически Наверное Даже не существует Нет Что вы Есть конечно же И во власти Такие люди Которые высказывают Своё мнение Противоположное Официальное мнение Да Мне очень импонировали Допустим Тот же Иртез Баев Тот же Иси Кешев Да Тот же Альберт Рау Вообще умница Очень многие Министры Вице-министры С которыми Я общаюсь Они Достаточно Лесомые люди В своей сфере Они имеют Своё мнение И не отходят От него У Тарбукировича Всё непостоянно Всё меняется Вот вы раньше не пели Сейчас запели Почему не пел Я всегда пел Да Я просто об этом Я же не какой-то там Киркоров Чтобы это афишировать Всегда со школы Гитару мы во дворе Пели Играли И вы выложили в Ютьюб Свой Свой Дело в том Что я не знаю Кто сделал этот клип Понимаете Я не верю Нам ставим Серьёзно То есть вы и не сами Делали этот клип И не сами выкладывали В Ютьюб Нет В Ютьюб Тем более Там же написано Кто автор Автор это Новый сайт Новостной Кто и выложил А потом комменты Почитайте О, самовлюблённый Навтыкал своих фотографий Там знаете Ну есть у нас эти Вечно недовольные Всем Вот когда я подписываю Контракт со своими артистами Там есть очень много Много позиций 9 из 10 Что нельзя делать артисту Мне интересно А есть ли Вот в вашей профессии Какие-то основные Запросы Уже говорю Запреты Чего вам вообще Категорически нельзя делать Всё-таки вы Человек Слуга народа Да Вы должны быть Вот примером Да Если бы допустим Я с вами заключила контракт Вот чего вам Вообще нельзя делать Чтоб я вот Потом знала Вдруг Я Я считаю Что нельзя Нарушать закон И всё А никаких контрактов Ни с партией Ни с кем-либо Мы не подписываем Нет Я так оброчно Ображаюсь Но наверняка Есть какие-то Негласные Негласные правила У вас Ну понимаете Вот Один человек Да Он может быть Скажет Да ты что Я не пойду В ресторан Я пойду Мне никого бояться Я Кирлану Какие Ко мне друг приезжал В социальных сетях Попадают только Вот такие фотографии Почему Есть фотографии Есть фотографии Есть фотографии Шахтер Хоккеист Хоккеист Шахтер Ерлан Какие Потом Жанба И жанба Видели же Я видела 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 Эту фотографию Есть в инстаграме Допустим Я не успел Выложить вчерашнюю фотографию Где все тренера Которые участвовали У нас Вчера только закончился Турнир Чемпионат Азии По намаду Где мы сидим В ресторане Медведь Большая фотография Просто не успел Вы кстати как-то сказали В одном из интервью Что когда вы идете в ресторан Вы пользуетесь Огромной популярностью Среди женщин Вас начинают приглашать на танцы Это правда? Ну Был такой у нас ресторан Пятый угол К сожалению он сгорел Там да А в другие Нет А в другие Я хожу там Где не танцую Там какие-то особенные женщины В пятом углу К сожалению он сгорел Там под живую музыку играли И музыка 80-х 90-х В целом вы постоянно человек То есть вы ходите К одному парикмахеру Да К Оле хожу К Оле Оля тоже Караганде Караганде То есть ради стрижки Вы ездите в Караганду Вот как часто Вот раз в неделю Вы бываете в Караганде? Я каждую неделю Бываю в Караганде Ну стригусь Наверное раз в месяц Я заметила Что у вас два телефона Мне вообще вот Ваян Всегда интересно Заметила может быть У мужчины всегда два телефона У тебя сколько телефонов? Да я заметила У меня один У меня тоже один А у вас два Почему? Ну если В этом телефоне Было две симки Я бы один Не задумывался Ну после вашей передачи Подумаю Вот видишь Опять обошли Свой уголочек Знаешь Мы никогда Не придем Никакому острому Я не думаю Я не думаю Что Мухтар Макит Откажется От второго телефона Это однозначно Да Но нужно было Как-то нас успокоить Особенно тебя Потому что ты вопрос Закала Поэтому сказал Я подумаю И второй телефон Подарю своей Субтруге Последний вопрос Вы уже 16 лет В кресле Депутата Какие у вас планы Сколько лет вы еще хотите Просидеть в этом кресле Я как-то Отвечая на этот вопрос Сказал Сколько потребуется Партии Лидеру партии Столько и будет Скажут Завтра освободись Пожалуйста Ну а как же Ваше личное желание Ну допустим У меня есть желание Еще 5 лет чем-то заниматься Или 10 лет этим заниматься Вы более Творческий человек У вас творческий подход А мы Солдаты партии И я представляю Что С 16 лет С 16 лет Завтра мне Ту-дум Хватит А как раз 16 уже А я Честно говоря Вот вы меня Когда спросили Да сколько Я никогда не считал И не задумывался об этом Нет Я на самом деле Считаю Что люди Все-таки Вот Баян Сколько ты на телевидении Работаешь Ну не знаю 20 Нет 20 нет Нет 20 лет Нет 18 18 Я 10 Вот я думаю Что Вот ты работаешь 18 лет на телевидении Да И еще 10 лет Должна работать На телевидении Потому что Не должна уходить То есть Мне кажется Когда человек Уходит с профессии Да Начинает заниматься Чем-то другим Он не становится Мастером А вы Мастер Вот приходит Новый депутат Да Молодой Пока он поймет Как работает Эта система Как сделать Депутатский запрос Как вот приходит Жанкин Как сделать так Чтобы вот Решился его вопрос Вы в этом деле Уже профессионал Поэтому мы вам Все-таки желаем Действительно Чтобы вы еще Продолжали Свою депутатскую Депутатскую деятельность И доросли Еще до Можно Ребята Спикером Можелиса Спикером Сената Не думаю Даже об этом Да Но тем не менее Мы вам желаем Спасибо большое Мухтар Бакирович Вы смотрели Программу Sky Studio Друзья С вами были я Динара Саджан Боян Сентаева И наш гость Мухтар Теникеев Депутат Можелиса Парламента Я также хочу Поблагодарить Нашего спонсора Салон мебели Люсо И строительную компанию Доступные квадраты Всего доброго Увидимся Ровно через неделю Спонсор программы Строительная компания Доступные квадраты С жилым комплексом Пана Расположенный в тихом И уютном районе столицы Жилой комплекс Пана Это первое В своем классе Жилье В стоимость которого Входит мебель И бытовая техника Подробности на сайте Pana-home.kz Компания Люсо Это мебель и аксессуары От лучших итальянских производителей Сичи, Скопеллини, Тосканова Сделаны вручную И по индивидуальному заказу Мы представляем вам Лучшие интерьерные решения И качества Гарантированные Европейскими стандартами Люсо Это роскошь Достойная вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова